Что будет с организмом после того, как бросите курить? Как бросить курить? Два эффективных метода. Какие полезные вещи вы получите, если решитесь бросить курение? Сейчас расскажу. Поехали! Когда вы решились бросить курить первые 20 минут, никотин начнет выводиться из организма. И где-то через час его уровень снизится вдвое. Обычно за этот час вам действительно захочется покурить снова, потому что есть сильная зависимость от никотина. Через 10 часов ваша кровь почти полностью будет очищена от никотина. И ваш уровень насыщения крови кислородом повысится. А через 13 часов ваше артериальное давление придет в норму, так как гипертонус сосудов устранится. Где-то через день у вас нормализуется скорость и сила сокращения сердца. Примерно через 2 дня у вас обострится обоняние и чувство вкуса. Это все описывали люди, которые реально бросали курить. А вот через 3 дня появляется повышенное потовыделение. Это сильно связано с процессами детоксикации. Через неделю вы заметите, как улучшится цвет вашей кожи. И вид вашей кожи будет более здоровый. Уже через месяц ваш внешний вид улучшится значительно. Обычно проходит мокрый кашель, который мог быть ранее. И ваш иммунитет придет в норму. И только через 2 месяца происходит полное очищение крови и организма от токсинов. Даже страшно представить, что это за дрянь. И наконец-то нормализуется обмен веществ. Аппетит приходит в норму и становится постоянным. Во время бросания может произойти скачок с массой тела, который спустя 2 месяца придет в норму. Через 3 месяца вы заметите, как ваш мозг работает более слаженно и улучшается память. Ваши мышцы начнут быстрее восстанавливаться и лучше реагировать на нагрузку. Через 4 месяца ваши зубы побелеют, а волосы обретут прежнее состояние. Через полгода нормализуется работа желчного пузыря и печени. По статистике, к нормальной жизни курильщик возвращается спустя год без срывов. Через 5 лет активного некурения вероятность онкологических заболеваний снижается в 2 раза. Вы, наверное, уже заинтересовались и намерены бросить курить. Так как же это сделать? Первый метод – это бросить резко, что работает только у сильно волевых людей. А второй способ – это бросать постепенно. Ну то есть, если вы курите пачку в день, а то есть 20 штук, то с каждым днем на одну меньше. И так до нуля. Но ученые придают свое предпочтение первому способу – это более здорово. Некоторые переходят на электронный вариант курения, думая, что это менее вредно или поможет быстрее бросить. Оба варианта неверны. Ведь есть несколько точек зрения, что электронки также вредны или даже хуже, чем сигареты. Бросать курить нужно тоже правильно. Есть некий набор рекомендаций, принятые на уровне ученых. Первое, что нужно иметь поначалу – это мотивацию. Она должна быть сильной и подкрепленной силой духа. Никаких еще одну и все точно брошу. Очень важно употреблять витамины и минералы. Можно также начать употреблять нормальную пищу. Ну и если нет такой возможности, можете начать с витаминок. Никотин является антагонистом к витамину С и В. Он убивает их в организме. И именно поэтому нужно их восполнять. Еще одна рекомендация – это занятие спортом. Выбор стоит делать в сторону умеренных нагрузок, а не интенсивных. Либо легкие пробежки, а лучше ходьба. Но если вы любите заниматься чем-то посложнее, это будет тоже хороший плюс. Это поможет ускорить детоксикацию организма путем выделения из него вредных веществ. И здесь играет роль психологический фактор – новые привычки полезны при бросании старых плохих. Если вы решили бросить курить и вам нечем заниматься в ваш обычный день, то это явно не будет идти на пользу, а того хуже – вы сорветесь. Ведь мысли ваши будут лишь об одном. Поэтому спорт, нагрузки, простая прогулка поможет вам переключиться и сделать вас более здоровым. Сможете ли вы легко бросить или нет, зависит от многих факторов. Ведь некоторые люди более склонны к зависимостям. И этого не отнять – это их генетика. Курение также играет в социальной среде. И это можно назвать социальной привычкой. Ведь когда мы курим, мы обретаем общение или забиваем перерывчик. Ну и частота, с которой вы курили ранее, тоже влияет на ваше бросание этой вредной привычки. Исследования показали, что если человек курил более 18 лет, то если они бросали, успех получили только половина из них. Как и в любых начинаниях важен фактор поддержки. Это может быть ваш друг, с которым вы забились не курить. Либо даже врач, который отговаривает вас вовсю бросить эту гадость. Кстати, бросать курить лучше под наблюдением врача. Но это в случае, если вы всю жизнь это делаете. Хватит идти на поводу у общества. Курение не прибавит вам жизненных лет или достижений ваших целей. Оно никуда не ведет. Пора бросать и заниматься тем, что делает вашу жизнь лучше. А вы пытались когда-либо бросить курить? Напишите о вашем опыте. Спасибо за просмотр. Здесь вы найдете больше полезных видео. Подписывайтесь и до скорого. Подписывайтесь и до скорого.